доброе утро дорогие мои вы на канале приют ангелов с вами народный батюшка и мы учимся здесь жить радостной весело и целенаправленно потому что без цели жизнь напрасно напрасно следующая беседа мы с вами проводим по комментарии андрея журова который задает очень важную и нужную для нас с вами тему я давно сам хотел приступить к ней потому что поговорить нужно серьезно серьезно на этой теме замыкается очень много всяких вопросов и я попробую вам сейчас рассказать как можно короче но тема очень большая может быть даже и не одну и не две беседы на ее нужно сделать и так андрей написал комментарий здравствуйте назрел вопрос что знаю что знаю что долго думать вредно но случайно вот что надумалось у меня отношение даже к словам таким как без или дьявол плохое отвращение и нежелание даже слышать их но это также можно расценить как страх плюс если господь творец всего видимо и невидимо значит и бесов он сотворил или это уже после того как лукавый появился они с ним вместе ну и как должно к этому всему относиться правильно какое состояние души должно быть когда ты такие слова слышишь или понимаешь что мысли у тебя в голове уже не от тебя идут и не от бога давайте какую-то часть его простенько расскажу господь действительно создал всех и все и и включая ангелов сам это творение божие сделаны они были раньше чем материальные вселенные он их сотворил сначала ангелов и прошло какое-то время если мы в библии читаем этот день первый день второй и разница в этих днях сотворение а человек был на четвертый день сотворен имеется то сейчас мы можем сказать что узнав что такое времена мы не можем сказать сколько этого времени в этих днях было вообще поэтому какое-то время ангелы действовали сами и у них была полная свобода полная свобода и один из высших ангелов денницы его звали то есть светлый все творил так все хорошо все делал так хорошо там где у него была его власть и воля и многие ангелы низших чинов подчиняясь ему тоже с ним все это делали что когда он услышал что сын божий приступает к творению материальный так скажем вселенной и все дальше мы знаем что и человек был сотворена земля и так далее сына божьим это в него было власти богом словом или когда он явится богом господом нашим иисусом христом то ангелам было извещено что нужно будет подчиниться то есть вместе с ним поработать и все ангелы высшие согласились один сказала что это я сам все делаю какой там еще сын божий не надо мне никакого сына божий я из так все делаю как нужно ну и в общем он в общем стал клеветником стал сопротивляться и все остальное ну и была война и он был спущен на землю у него вот та часть царствие божьего которую он управлял была отнята поэтому он на земле на земле сатана на земле но для того чтобы воспитать души новых ангелов а считается что души наши восполняют весь этот мир ушедших за сатаной а за ним ушло же огромное количество ангелов одна треть всех ангелов некоторые утверждают что ушло тех кто были ему подчиненные потому что они не поверили что он неправильно как-то поступает он для них был полный авторитет его высшие власти ругают они говорят да нет он хороший мы ему будем служить до смерти но вы знаете такие случаи что одного гонит а за ним уходят тысячи считая что именно он прав и ему нужно служить так вот оставшись на земле сатана и мешает этим душам воспитаться больше того он их перетягивает на свою сторону они становятся духами злыми но это на наш взгляд злыми он возможно полагает что он делает дело добрые таким образом души искушая его то уж слуги бесы они уж тем более делают считают они доброе дело но иногда мы даже и читаем в том числе у святых отцов как бесы искушая человека помогают ему совершенствоваться есть такая точка зрения но я считаю что она может быть если есть уверенность что душа все-таки воспитается а когда полностью искушается и душа и человек кто в общем-то здесь разговаривать нечего это погубление человеческое и его души двигаемся дальше как же относиться ко всему этому и как же относиться к ним ко всем я считаю что лучше чем пример господа нашего иисуса христа у нас ничего нет чтобы понять как к ним относиться и мы сразу с вами тогда обратимся к искушениям есть такой часть жизни христа и в евангелии они так и называются искушение господа и они описаны и у матфея и у луки и упомянуты в евангелии от марка один евангелист и он не упоминает о них об этих искушениях но упоминает апостолы то есть абсолютно верно считается верным что они были и были они в очень сложный для христа момент то есть какой господь наш тоже крестится иоанна крестителя что происходит в этот момент освящается тело то есть господь наш родился от богородицы мы знаем и он был духом бог а тело было человеческое оно прожило до крещения чисто в человеческом виде как хотя некоторые церкви не признают считают что и в человеческом он был бог и поэтому он легко все искушения перенес и не согрешил до выхода на пробовать ни в чем но было бы это неправильно потому что нужно было в человеческом теле господу прожить чтобы доказать нам что и человек может все перенести и до 33 лет быть безгрешным 33 33 4 некоторые говорят что вышел на в общем здесь искушение нового представленного освященного тела который теперь уже весь иисус христос представляет как бог и сатана это видит сатана то знает слышит еще апостолы не знают об этом еще все впереди у всего христианского мира а сатана то видит что сюда явился теперь этот сын божий которому он должен был поклониться а он хозяин тут всего много-много лет от самого сотворения он его уже с окруж совращал здесь и адама и детей его и было столько всего что пришлось потоп или содом и гамору пришлось уничтожать это все дети бесовы были и и потоп очищал так скажем человечество от всех этих действий сатаны то есть что он тут творил вот и вот он увидел что сам сын божий является сюда причем он не подошел к нему сразу после крещения поскольку ну побоялся наверно когда он приходит когда господь заканчивает пост так мы называем 40 дней которые он после крещения провел в пустыне и там не ел не пил у нас некоторые называют это сухое году голодание я видел двоих людей которые проводили такое голодание с 40 дневное но правда все таки с водой потому что без воды я не видел никого но не в этом дело человеку в этом состоянии телу человеческом в этом состоянии но очень трудно очень трудно и поэтому его искушать легче всего без так и делает он либо на каких-то наших потребностях либо на каких-то трудностях ну а трудности чаще всего потребности нас и ловит и как же мы к нему должны относиться вот смотрите там три части искушения классической вот вот обычно всегда вы встретишь что-то искушает без христа иисуса голодом гордыней и верой и на веру его искушает и выглядит это так от матфея глава 4 страфа 3 слова сатаны если ты сын божий скажи чтобы камни сии сделали с хлебами ответ христа написано не хлебом одним будет жить человек но всяким словом исходящим из уст божьих то есть сатана его голод искушает что если ты сын божий но сделаем хлеб из этих камней ответ какой что не хлеб самое важное для человека слово божие слово божие второе искушение гордыней если ты сын божий бросься вниз ибо написано ангелом своим заповедовал от тебе и на руках понесут тебя да не предкнешься а камень ногою твои написано ответ христа написано также не искушай господа бога твоего то есть сатана предлагает ему сброситься крыши и если он действительно сын божий ему не дадут умереть ангелы они его подхватит и спасут то есть он останется после искушения смертью жив такое предложение у сатаны а что отвечает ему господь написано также не искушай господа бога твоего то есть не пытайся играть в эти игры с господом не надо его заставлять делать то что можно не заставлять делать и мы с вами час секундочку видим третье искушение верую тебе дам власть над всеми силами царствами и славу их ибо она предана мне и яху кому хочу даю ее и так если ты поклонишься мне то все будет твое лука 67 отойди от меня сатана написано господу богу твоему поклоняйся и ему одному служи отвечает ему христос правда в астромировом евангелии есть такое евангелие которые на острожском евангелии которые было первое на церковнославянском языке создана там сказано иди за мной сатана сатана я считаю что вот иди за мной правильно здесь ответ а не от иди от меня сатана потому что дальше он в виде иуды вселившись в иуду ходит за христом и продолжает дальше наблюдать и искушать его уже больше в меньших таких этих и так что мы с вами имеем здесь в классической еще раз версии искушение называется голодом гордыни и верой и это то почему действительно причастен постоянно без но но на мой взгляд здесь искушение гораздо глубже выглядит и объяснять их нужно немножечко глубже чем на самом деле просто голод гордыня и вера хотя это тоже не просто это тоже смертельные можно так сказать грехи но смотрите я считаю что первые не только голодом но и чудом творением чудо чудом то есть ты сотворить чудо и все будут твои предлагает сатана сделай из хлеба из камней хлеба и все люди будут твои то есть чудом сотворить чудо второе получи чудо то есть ты сброситься и получи чудо спасись и третья часть самое важное стань чудом то есть вот ты поимеешь от меня все если мне поклонишься я тебе дам все в том числе что я имею а я сатана имеет возможности чудо чудеса творить и чудеса творить вот ты стань таким властелином этих чудес что можешь и камни там хлеба превращать и прыгать с крыши и оставаться живым и все остальное и все будет твое вот я считаю что в этом и есть главное понимание того чем искушает без человека чудом необычностью решение проблемы и решение человеческих трудностей и появляется он на этих чудесах в самом можно так сказать благом виде что вот вот не было не было и вдруг деньги появились не было не было и смотри-ка власть появилась не было не было все значит защита какой-то в звук раз и спасся была катастрофа а ты спасся все погибли а ты остался жив вот эти чудеса которые все время предъявляются нам и не всегда господа не всегда господа потому что мы должны дальше думать о том а что же после этого чуда мы из себя представляем и кому дальше служим и кому даже дальше служим и здесь то и и кроется секрет того как относиться к лукавому потому что вот таким образом искушая без названия может быть без и так далее это может быть совершенно другое название но в том числе епископ священник колдун маг какой-нибудь ворожая какая-то целебница лечебница там и кто хочешь кто хочет может быть кто под этой ликом приходит и пытается искусить и самое главное пытается или показывает вам чудеса которые доказывают якобы их особые особое какое-то содержание или об особый какой-то этого человека вид или или рот или место 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 в духовной жизни место в духовной жизни сделали то что сделал господь чего просит от него сатана а сделал сделал как ни странно сделал он хлеба там где были одни камни есть чудо пяти тысячах человек накорменных хлебом рыбой он еще и рыбу сделал сделал прыгнул ли он с крыши то есть испытал ли он свою смерть испытал он взошел на крест и и умер знаешь что потом воскреснет хотя тело в этот момент она не знала но помните кричит боже боже мой не оставь меня но сделал а третье я тебе дам над всеми власть ты только мне поклонись взял господь эту власть над всеми взял но только над теми кто согласен на эту власть от него но взял если мы считаем что у нас там чуть ли не половина человечества христиане мы перешли мы мы добровольно перешли к нему то есть он сделал все что можно было ему как сыну божьему сделать и что просил от него сатана но не по велению сатаны не по желанию того кто искушал его а по собственной воле и ради блага других не ради власти не ради того чтобы голод свой утолить или тщеславие свое утолить это сделал накормил тогда когда остальные взял кали он же их накормил он же не для того чтобы показать что он чудодей такое вот чтобы они после слова услышали он их накормил когда проповедь читал он на крест зашел чтобы нас всех искупить как как агнец божий он берет нас в свою власть не для того чтобы использовать а для того чтобы дать себя чтобы мы его использовали вся власть которая от бес она нас использует а господь нам дает свою власть и над нами власть чтобы себя отдать чтобы помочь на чем помочь словом написано не хлебом одним будешь жить человек но всяким словом исходящим из уст божьих вот что самое главное что мы получаем от господа слова слова поэтому дорогой мой когда ты слышишь эти названия имена злых духов и тебя как-то передергивает это не есть всегда плохо хотя какое-то время это было табулировано полностью то есть табуировано нельзя было вообще произносить без и вообще считается как только ты произнес так он здесь стоит и ожидает как тебя что ты сейчас предпримешь его вызвав ты в какое искушение впадешь и в чем тебя поймать чтобы это использовать себе во благо поэтому да ну есть страх он должен быть страх он должен быть у нас когда мы слышим о зле страх это естественное чувства которые и совесть нам дает и интуиции нам дает и бог бог нам дает такой страх чтобы мы этим страхом действительно от этих злых сил шарахались но человечество всяческими способами пытается все время этот страх либо либо отодвинуть либо сказать меня не касается и и что давайте чудеса давайте мы из камня сделаем хлеба да сделаем у нас половина молока теперь из нефти делается или из каких-то значит этих чё хочешь делают не из живого материала а а делают питание ну чем это питания смертью 60 процентов заболеваний нам минздрав сообщает от неправильного плане плохого питания искусственного питания искусственные витамины искусственности сами вы знаете что такое искусственно вот играем ли мы со смертью да какие какие проблемы если знать цифры сколько гибнет от этих игрищ со смертью с разными в разных спортах в разных значит развлечениях просто игрищи на дороге вот эти авто авто шахматисты как их называют там занимаются этим 20 тысяч у нас гибнет человек только в нашей стране от авто катастроф и половина из них и вот вот игроки со смертью они не хотят правила соблюдать они хотят ездить по по особому больше чем от ковид у нас погибать каждый день погибает у нас из-за игры со смертью кто позволил без о гляди как я все обустрою тебя машинка с надувными шариками они тебя спасут вот вам искушение вот вам искушение мы должны этого бояться должны нам дает господь словом своим эти объяснения что надо бы до дает и та же самая игра с со властью когда ты людей имеешь себе в подчинении и как-то этими людьми распоряжаешься поэтому андрей третья твоя часть вопроса заключается в том и какое состояние должно быть у души когда ты такие слова слышишь или понимаешь что мысли у тебя в голове уже не от тебя идут и не от бога заключительная часть твоего вопроса а как быть молиться с богом начинать общаться а не с другой стороной и то что ты вдруг услышал что у тебя голоса или или действие вдруг увидел что у тебя действие не от бога и все это у нас очень просто определяется грешные и мысли и действия и они всегда не от бога то выход то один имеет отношение с богом и эти отношения очень простые слушай слово божие читай евангелие там слово божие слушай святых отцов читай святых отцов на канал приходи приют ангелов здесь мы слово божие как я надеюсь вам даем и это слово божие что то тоже делает поэтому все что ты рассказал я вижу как удивительные отношения бога с тобой что ты боишься этих слов слава богу у тебя еще есть вот то божественное что господь в тебя заложил защищающие тебя от всего грешного если ты слышишь что с тобой разговаривает кто-то не тот слава богу господь еще есть у тебя это чувство просто переведи это слышание на отношение с самим господом все спасибо мои дорогие я понимаю что беседа опять получилась большая но если будет у вас желание продолжить ее вот порассуждать еще на эту тему то давайте порассуждаем мне показалось что я обойдусь и одной беседы но вы знаете еще раз повторяю что искушает голодом властью тщеславием гордыней и искушает чудесами и если абсолютную злую часть мы можем именно так обозначить вот матерей вот этих в реале которые первой части то знайте что искушение вот этими чудесами они чаще всего идут от тех кто имеет лик другой лик апостольский как иуда имел лит апостольский и это гораздо хуже и опаснее чем искушение матери хотя все одинаково никакой что-то хуже и опасно все плохо что от сатаны так что здоровья вам радости и слово божие аминь 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 Продолжение следует...